Вы слушаете Радио России Ульяновск. Доброе утро всем, кто нас слушает. Сегодня среда, 10 марта. У микрофона Алексей Сорокин. Вакцинация от COVID-19 охватывает всё больше и больше людей. И если поначалу многие относились к ней с опаской, то теперь число желающих растёт с каждым днём. Многие следуют примеру своих родственников, друзей и коллег по работе. И, видя, что ничего страшного с привитыми не происходит, тоже приходят в пункты вакцинации. Что нужно знать о своём здоровье людям, которые решили сделать прививку от COVID-19? Нужно ли к ней готовиться и как вести себя после процедуры? Нам рассказала заведующая поликлиникой номер 2 ЦК МСЧ Светлана Андреева. На данный момент прививают 36 медицинских организаций. Алгоритм вакцинации разработан, разослан во все лечебные учреждения. И отработан медицинскими учреждениями. Поэтому вакцинация идёт активно. А что, может быть, волнует или беспокоит у леонцев? Часто ли они обращаются с какими-то вопросами? Ну, вопросов, на самом деле, очень много. Это как можно записаться на прививку? И кто может её вообще сделать? Поэтому мы отвечаем, как разработанными здравами Российской Федерации. В показаниях может привиться любой гражданин старше 18 лет. Верхняя граница не определена. То есть у нас вакцинировались пациенты и 90 лет, и 86 лет. И всё хорошо, благополучно прошло. Записаться можно на вакцинацию через портал Госуслуг. Запись открыта во всех медицинских учреждениях области. Запись производится по телефону 122. И также можно записаться при самообращении в медицинскую организацию. Поначалу советовали людям старше 60 лет пока не вакцинироваться. То есть это уже всё в прошлом? Теперь люди старше 60 могут безбоязненно делать эту прививку? Да. Первоначальные рекомендации были с ограничениями от 18 до 60. Далее пришла рекомендация с Минздрава Российской Федерации о том, что могут прививаться лица старше 60 лет. А всё-таки существуют какие-то ограничения? Кому ни в коем случае нельзя делать эту прививку? Да. Существует противопоказание для вакцинации от коронавирусной инфекции. Это возраст до 18 лет, потому что отсутствуют данные об эффективности и безопасности вакцины. Далее это гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины. Тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Мы даём медотвод таким пациентам. А также это острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременности, период грудного вскармливания. При обострении хронических заболеваний вакцинацию можно проводить через 2-4 недели после выздоровления или начала ремиссии. Если это был острый инфекционный процесс, например, ОРВИ, тоже банально, если он протекал в лёгкой форме, то через 2-4 дня уже мы можем прививать. Если более осложнённый вариант был, то также через 2-4 недели после выздоровления и нормализации температуры. Все ли люди переносят прививку легко? Случаются ли какие-то побочные эффекты? Вакцинацию переносят пациенты неплохо. После вакцинации, как после первого компонента, так и после второго, возможны небольшие побочные эффекты, как, в принципе, и после любой вакцины. Это гриппоподобный симпром, повышение температуры до 37-38 градусов. Это может быть мышечные боли, боли в суставах. Это может быть боль в области введения вакцины. Но все эти побочные эффекты, они допустимы и прописаны в инструкции по вакцинации. Тяжёлых случаев побочных эффектов после вакцинации не зарегистрированы. Нужно ли сдавать анализы перед тем, как сделать прививку? И нужно ли проходить обследование? При подготовке к вакцинации не обязательно делать тест на антитела. Однако, если человек знает, что у него есть антитела, то вакцинация ему не показана. Сопротивляемость к инфекции уже выработана. Обычно такое случается после того, как человек перенёс заболевание. Делать ПЦР на наличие коронавируса необходимо при наличии симптомов или контактов с заражёнными людьми в течение последних 14 дней. И ещё напомню о том, что всё-таки самоизоляцию после вакцинации не нужно соблюдать. Но нужно обязательно носить маску. Точно так же, как и без вакцины, предохраняться от контактов с больными. Избегать людных мест. Носить маску, обрабатывать руки. А какие-то анализы, кроме ПЦР, будут нужны? Общий анализ крови, например? Нет. Какой-то подготовки к вакцинации специфичной нет. Важно, чтобы человек не болел, чувствовал себя хорошо. Чтобы не болело горло, не было температуры. И не было обострения тех хронических заболеваний, которые у человека уже имеются. Ещё хотелось бы напомнить, что во время вакцинации необходимо принимать те препараты и те лекарства, которые человек обычно принимает при своих хронических заболеваниях. А то некоторые почему-то считают, что сделал вакцину, пока я не буду пить препараты. То есть лечение мы продолжаем. А как нужно вести себя после вакцинации? Важно после вакцинации не мочить место инъекции. А это верхние три плеча, которые мышц делаются, препараты. Ограничить физические нагрузки. Не посещать баню. И носить маску обязательно. Все ли получившие вакцину находятся под присмотром врачей? Как выстроена эта работа? Они приходят, отмечаются, звонят по телефону, рассказывают о самочувствии. Как вот это на практике выглядит? Мы проводим обзвон пациентов после вакцинации. Или они могут позвонить доктору и рассказать о своих симптомах. Ещё плюс после вакцинации мы вводим данные в Единую государственную информационную систему. Госуслуги так называемые. И пациент после вакцинации получает дневник самонаблюдения, где он может заполнить графы, в которых прописывается самочувствие, температура, озну. Ещё какие-то симптомы, которые могут возникнуть после вакцинации. Таким образом пациент контролирует своё состояние. Если вдруг возникает какая-то ситуация, такая экстренная, высокое повышение температуры, или пациент длительно температурит после вакцины, то, конечно же, он обязательно должен обратиться к врачу в таких ситуациях. Светлана Васильевна, в каких медицинских учреждениях можно получить вакцину? Вакцинация проводится в 36 медицинских организациях Ульяновской области. То есть вакцинацию может проводить любое лечебное учреждение, имеющее лицензию на проведение вакцинации. В данном случае вакцинацию проводят лечебные учреждения, имеющие холодильное оборудование, потому что вакцина должна храниться при температуре не выше 18 градусов. Это либо холодильное оборудование в виде морозильной камеры, или термосумки с хладоэлементами. Когда после составления списка медицинская организация берёт сумку, едет в аптеку государственную, берёт определённое количество вакцины и, соблюдая холодовую цепь, приводит в лечебное учреждение и проводит вакцинацию. Насколько важно человеку сделать эту прививку? Лучшая защита – это, конечно, вакцинация. Сегодня в Российской Федерации зарегистрированы две вакцины – это гам-ковид-вак и пивак-корона. И они дают иммунитет к заболеванию. Для профилактики важно также избегать в людные места, сократить контакт, носить маску, использовать антисептики. Но на сегодняшний момент всё-таки лучшая защита – это вакцинация. Это выработка иммунитета против инфекции. Сейчас мы видим, что количество заболевших постепенно идёт на спад. Говорит ли это о том, что пандемия заканчивается? И какова роль самой вакцинации? На сегодняшний день вакцинировано 24 182 человека по области. И полностью завершили вакцинацию 4 174 человека. Это те, кто завершили второй этап вакцинации. Конечно же, это небольшая прослойка населения, которая защищена от коронавируса. Ну и плюс ещё есть определенное количество людей, переболевших инфекцией. Поэтому, да, они тоже защищены от повторного заболевания. Но количество заболевших снизилось. Я думаю, что это связано, во-первых, с переболевшими и с частью вакцинированными. Но пока ещё, конечно, завершение пандемии нескоро, я думаю. Заявление ВОЗ о том, что пандемия закончится к началу 2022 года. Мне бы хотелось вашу точку зрения узнать на этот счёт. Насколько эта дата реальна и стоит ли нам так быстро ожидать завершения пандемии? Наверное, коронавирус-то никуда не денется, он так и останется с нами. Я тоже думаю, что коронавирус станет сезонным заболеванием. Насколько быстро закончится пандемия, не могу сказать. Потому что российские люди, они немножко специфично относятся к пандемии, к заболеванию. Но я очень надеюсь, что к 2022 году мы начнём жить спокойно в ближнем режиме. Главный внештатный эпидемиолог Ульяновской области Фира Сайфуддинова подтверждает. Серьёзных побочных эффектов при вакцинации не обнаружено. А процент нежелательных реакций, например, таких, как признаки ОРВИ, сравнительно мал. ОРВИ были, как признаки ОРВИ, но это меньше даже где-то 8-5%. Также озлоб появлялся у тех, которые мы вакцинировали. Это ещё меньше, то есть половину. И вот у нас были зарегистрированы, но единичные случаи ковида. Но тут мы не можем сказать, что ковид возник за счёт вакцинации. Потому что мы знаем, что вакцина, она ещё патогеновый материал никакого не содержит. То есть там погибло, что там ничего такого не было. Без заразных видов. То есть это как бы векторная вакцина, которая, собственно, неживая. И просто в инкуляционный период, в который находился пациент, пришёл на вакцинацию, у которой не было клинических появлений, то есть это совпало, как бы, ну, а единичный случай может быть. Потому что есть такое, что привился, и на 10-й день у него, там, выйдут с ковидом. Но это единичный случай. Мы их оцениваем как параллельное событие, которое вот возникло, то, что он был в стадии рекупации. Сейчас последним нормативным документам не надо проводить и ферментный анализ на определение антитела. Раньше, как бы, мы говорили о том, что нужно обязательно. И пациент, который анализ тоже, мазок, тоже сейчас не забирается. И поэтому данная вакцина, она имеет уже долгое своё предназначение. То есть она была уже давно, то есть просто на эти рейсы всё поставили вот этот антиген аденовируса, да, и который это не вызывает побочных таких сильных явлений. Потому что сейчас, помимо этого, есть непобочные явления, да, или нежелательная реакция. То 48 часов после вакцинации, если у человека был травм в руке, то есть до 48 часов это является неожидательной реакцией. Если уже более 48 часов, то это уже не связано с вакцинацией. То есть вот у нас есть нормативные документы, которые пришли последние. Там уже определённый перечень именно каких побочных осложнений, то есть все правила поведения, то есть как мы должны себя вести, какие документы мы должны составить. То есть вот на данный случай, пока, на данный период, ни одного поствакцинального осложнения, но и в России такого тоже нет, действительно, официально. Пока что ульяновцам доступна вакцина под названием «Спутник Ви». Но уже во второй половине марта начнут применять препарат «Эпиваккорона» для массовой вакцинации населения от коронавируса. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» «Будни». Факты, события, комментарии. Любой молодой учитель стремится к тому, чтобы стать настоящим мастером своего дела. Для этого у начинающих педагогов есть все козыри – ясный ум, кипы учебно-методической литературы и, конечно, опыт старших наставников. Ну а возможность испытать имеющиеся знания на практике ребятам предоставляет конкурс «Учитель будущего» – студенты. Участница этого всероссийского конкурса Кира Коткина решила проверить свои знания, не раздумывая, чтобы еще раз убедиться в правильности выбранной профессии. Я попала в педагогический методом исключения и очень переживала, что я сделала неправильный выбор. Но с годами, когда ты обучаешься профессии с нуля, мне все больше это нравится. И появился такой конкурс, где я могу проверить, смогу ли я достичь чего-то в этой сфере. И, если честно, мне это очень интересно, поэтому я, не раздумывая, подала заявку и сейчас принимаю участие. Первый этап, он был на проверку русского языка и культуры речи, географии, истории России. И, на самом деле, мне показалось, что тест не особо сложный, но иногда казалось, будто я передумываю. То есть там, например, что-то уже забывается из курса школы, например, то, чем ты уже давно не интересуешься. И тут вот надо было это вспомнить. На самом деле, я не знала, чего ждать от этапа, какие там вопросы будут, тем более уже про ограничение времени. И так как я студент, у меня сейчас параллельна сессия, подготовки было, если честно, мало. Но могу сказать, что даже человек, который специально не готовился, вполне может пройти этот тест. Конкурс «Учитель будущего» интересен не только студентам, но и преподавательскому составу. Так наставники могут воочию увидеть плоды своей работы. На протяжении трех этапов конкурса они наблюдают, какие задачи ребятам по силам, а какие пока еще вызывают сложности. Продолжит координатор от Ульяновского государственного педагогического университета по реализации конкурса «Учитель будущего студенты» Людмила Белоногова. Конкурс включает в себя три этапа. Первый этап – это дистанционное тестирование, где ребятам предстоит проверить свои знания межпредметные по преподаваемой дисциплине и по общекультурным компетенциям. Второй этап – это межрегиональный полуфинал. Будут площадки по регионам, и ребята будут выполнять различные конкурсные задания. И третий этап – это этап итоговый, который будет проходить в «Сириусе» в апреле, где будет финальное сражение участников конкурса. Участников конкурса по результатам первого этапа, по результатам тестирования, ждут индивидуальные рекомендации по дальнейшему саморазвитию и профессиональному росту. А финалистам конкурса обещают возможности стажировок в ведущих всероссийских детских центрах, таких как Артек, Орленок, Океан, Смена, а также на базе «Сириуса» возможно будет стажировка, что, мне кажется, очень-очень важно для будущих педагогов. Это конкурс именно для учителей будущего, но это не только педагогические направления подготовки. Могут быть участниками конкурса ребята, которые хотят связать свою деятельность со сферой образования, но не обязательно обучаются на педагогическом направлении. Конкурс проводится первый год. Изначально конкурс «Учитель будущего» — это проект платформы «Россия – страна возможностей», и он проводился для учительских команд. Но год назад была подана инициатива, чтобы в этом конкурсе участвовали студенты. И был разработан этот конкурс, запущен «Учитель будущего» студент. И в ноябре месяца 2020 года был торжественный запуск этого конкурса, и наш университет стал федеральной площадкой Даприложского федерального округа по запуску данного конкурса. Как Вы готовите студентов к этому конкурсу? Что касается дистанционного этапа, то здесь, безусловно, мы решаем различные задания по педагогике, различные кейсы по педагогике. Ну и в силу того, что для нашего университета это не первое конкурсное движение, в котором мы участвуем. У нас еще есть опыт и подготовки к педагогическим олимпиадам и к педагогическим конкурсам. Мы действительно со студентами вместе разрабатываем сценарии, разрабатываем планы, очень много репетируем, решаем очень много различных ситуаций, кейсов педагогических. То есть, совершенно всестороннюю подготовку ведем. Ну и, безусловно, в рамках учебных занятий у ребят формируются и общепрофессиональные компетенции, и профессиональные компетенции. Мы верим в наших студентов, мы верим, что у них все получится, потому что в нашем университете обучаются очень талантливые ребята, и действительно этот конкурс станет возможностью для них проявить себя. При прохождении заданий участникам назначались вопросы методом случайной выборки, что значительно увеличивало число вариантов вопросов для каждого из участников. А время прохождения теста было строго ограничено, всего лишь 45 минут. Продолжит участница всероссийского конкурса, учитель будущего, студенты Екатерина Лисюкова. Сложно сейчас, на самом деле, вспомнить, потому что вопросы были совершенно из разных сфер, но, в принципе, все были довольно решаемы, и я бы даже сказала, что многие из них были из школьной программы. Если я чего-то достигну, это будет просто замечательно. Я лишний раз, наверное, подкреплю свою самооценку, повышу свою мотивацию для дальнейшего участия в таких конкурсах и олимпиадах. Но изначально я иду сюда просто за участием, за каким-то опытом, и пришла сюда благодаря своим старшим наставникам, своим преподавателям, которые меня сподвигали именно поучаствовать. В самом начале в условиях было заявлено, что у нас есть только 45 минут на прохождение всего теста, и у нас нет возможности пропустить какой-то вопрос или вернуться к некоторым вопросам позже. Это сначала сыграло на моем настроении и подумало, что ну как же так, как я буду это все приходить. Но в итоге это оказалось очень решаемым. Я уложилась во время и сделала все даже немного быстрее, чем было заявлено в самом положении конкурса. Для меня это был даже не столько практический, может быть, смысл, сколько приятные воспоминания даже о школе. Потому что, как я сказала, вопросы были многие школьные программы, и это сыграло какую-то ностальгическую тему даже на моем настроении. Даже если моя судьба повернется так, что я не буду работать педагогом, не буду работать по специальности, все равно те знания, тот опыт, который я получила здесь, я его сумею применить. В финале конкурса оказались только 12 лучших из лучших. Среди них студентка пятого курса факультета педагогики и психологии Ульяновского государственного педагогического университета Ольга Мерзлякова. Она стала победителем в номинации «Педагогическое творчество». На этой неделе проходит уже ставший традиционным третий региональный фестиваль «Архивный хронограф». Это такая площадка, где представлены лучшие практики и достижения, интересные как профессионалам, так и широкой публике. Участниками фестиваля станут архивисты Ульяновска, Москвы, Привожского федерального округа, а также музейные работники, историки и краеведы. Ну а программа включает в себя исторические экскурсы, выставки, круглые столы, лекции и даже школьные уроки. Подробнее о программе архивного хронографа нам рассказал директор Государственного архива новейшей истории Ульяновской области Андрей Пашкин. Уже сегодня можно посетить выставку «Ульяновск. Спортивный регион», которая располагается в фойе Ульяновской областной библиотеки Дворца книги на первом этаже. Это уникальная выставка, в которой собраны интереснейшие документы о развитии детского спорта на территории нашего симбирского Ульяновского края. Наверное, одним из важнейших событий фестиваля станет презентация 11 марта биографического сборника об уроженцев симбирского Ульяновского края, награжденных орденами Александра Невского. Орден Александра Невского – это единственная действующая государственная награда Российской Федерации, которую награждали и в период Российской империи, и в годы Великой Отечественной войны, и которая существует и сейчас. Во время работы, в том числе и с фондами федеральных архивов, специалисты нашего учреждения выявили более 100 фамилий и наших известных и выдающихся граждан, которые были удостоены ордена Александра Невского, и в том числе и фамилии участников Великой Отечественной войны, которые призывались в территорию Ульяновской области, которые за успешное выполнение боевых заданий также были представлены к награждению орденом. После презентации данный сборник будет доступен у нас на сайте учреждения, и, пользуясь моментом, я хочу пригласить всех жителей Ульяновской области ознакомиться со справочником. Он не носит, что называется, окончательного характера. Многие смогут найти там своих родственников и поделиться с архивом тоже интересной и жизненной информацией, для того, чтобы сборник был дополнен, например, фотографиями, какими-то материалами, воспоминаниями. Это будет очень хорошо, и вот в год 800-летия Александра Невского мы получим достаточно интересное издание. 12 марта в 17.00 в областной научной библиотеке мы проведем презентацию книжных закладок, которые называются «Фронтовая элегия». В книжных закладках, напомню, сейчас идет год книги Ульяновской области, мы представили стихотворения наших фронтовиков, которые написаны были ими в год Великой Отечественной войны. И фронтовая поэзия, она крайне интересна, поэтому мы решили, что, читая книги, люди должны всегда вспоминать тот великий подвиг, который совершил наш народ. И, наконец, 13 марта в закрытии фестиваля мы приглашаем всех желающих в 14.00 на аллею Гончарова, к первому пилону от площади Гончарова напротив дома номер 1-17. Там состоится экскурсия по выставке Ульяновского фронта. 2 июля 2020 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин указом присвоил городу Ульяновску почетное звание города трудовой доблести. Для формирования пакета документов была подготовлена историческая справка о трудовых достижениях жителей нашего региона. И вот как раз в 15 пилонах по улице Гончарова, которая занимает ее промежуток от площади 30-летия Победы до пересечения с улицы Льва Толстого, мы представим те самые интереснейшие и уникальные документы. Эта выставка будет работать до 30 апреля. Я приглашаю и всех жителей, и гостей региона ознакомиться с данными уникальными материалами. Насколько я знаю, региональный фестиваль «Архивный хронограф» проходит уже в третий раз. Давайте расскажем мне его историю, как он появился. Так исторически сложилось, что архивы в большинстве своем всегда воспринимались как некие закрытые учреждения. Хотя то историко-документальное наследие, которое мы храним, оно составляет достояние государства и является самой мощной скрепой нашего общества. Это наша история, это история наших предков. И когда возник вопрос о том, каким образом нам отмечать наш профессиональный праздник, День архивов, мы решили, что необходимо проводить цикл мероприятий, а точнее фестиваль, который позволит целиком и полностью раскрыть всю работу архивных учреждений. И обычно, вот уже в этом году в третий раз, в неделю, на которую выпадает 10 марта, и проводится уже ставший традиционным архивный фестиваль. Естественно, что архивный фестиваль – это не только выставки, это дни открытых дверей, как государственных, так и муниципальных архивов. Это разнообразная программа, которая позволяет человеку прочувствовать труд архивиста в полном объеме. Она позволяет узнать, как мы храним документы. Храним мы их немало и уже достаточно долго, на протяжении нескольких столетий. Она позволяет увидеть, как реставрируются документы. И к этому мы привлекаем не только традиционные формы, когда можно прийти, посетить архивы, а всю эту неделю мы как раз и будем ждать посетителей. Ну и также мы используем и дистанционные методы работы. Это наш YouTube-канал, наши страницы в социальных сетях, где также мы будем показывать, рассказывать о том, что же такое архивное дело, как работают архивисты, какие современные технологии применяются, какие традиционные методы реставрации документов насчитывают уже не один десяток лет. И вот обо всем об этом наш архивный фестиваль. И он для того, чтобы люди знали о том, что архивы есть, архивы работают, архивы ждут не только историков-исследователей, они ждут любых посетителей со всеми вопросами. И в том числе, и, естественно, полагая, что с тем, что волнует каждого, это с познанием истории своей семьи и своего рода. Но и главное, это то, что фестиваль интересен не только архивистам, но и простым жителям. Да, абсолютно верно. Мы делаем этот фестиваль и для жителей Ульяновской области, и для гостей нашего региона. Обширную программу к региональному фестивалю «Архивный хронограф» подготовил и Государственный архив Ульяновской области. Речь идет о большой документальной выставке и о масштабной межрегиональной историко-архивной конференции. А посетителям фестиваля тоже будет чем себя занять. Например, можно будет увидеть, как происходит реставрация книг и архивных документов. Слово главному архивисту Государственного архива Ульяновской области Ирине Курсановой. 10 марта мы традиционно отмечаем День архивов. И вот этот фестиваль будет как раз приурочен к этой дате. Открытием станет в выставочном зале имени Карамзина Государственного архива Ульяновской области торжественное открытие документальной выставки, посвященной 150-летию Сибирской городской думы. В этом году как раз юбилейная дата начала работы Сибирской городской думы. Поэтому большой выставочный проект мы как раз посвятили вот этой важной теме. На выставке будут представлены подлинные уникальные архивные документы фондов Сибирской городской управы, Сибирской городской думы, отражающие историю Сибирского самоуправления с 1871 года и до революции. 10 марта ключевым событием архивного фестиваля станет межрегиональная историко-архивная конференция, тоже приуроченная к 150-летию Сибирской городской думы и столетию перехода к НЭПу. Называется она «Местное самоуправление истории современности». Участниками конференции станут архивисты из Москвы, Приволжского федерального округа, Ульянского региона, а также музейные работники, историки и краеведы. По итогам конференции будет издан сборник материалов этой конференции, то есть куда войдут все доклады участников. 11 марта в 11 часов в онлайн-формате пройдет занятие в рамках образовательного проекта Академии архивной службы. Лектором выступит Кичигина Светлана Сергеевна, исполняющая обязанности начальника управления архивами Свердловской области. Она расскажет о взаимодействии между управлением архивами и многофункциональным центром представления государственных и муниципальных услуг. Эта тема как раз сейчас очень актуальна, именно предоставление госуслуг в сфере архивного дела. И как раз наша коллега поделится теми моментами и опытом, который у них уже в архиве проработан. Также в этот день двух до четырех всех желающих ждет исторический квест «Следствие по делу». Задача квеста любого – это определить в данном случае в архиве, это используя архивные документы, зашифрованную историческую личность. Приглашаются студенты, учащиеся и все заинтересованные в этом мероприятии. 12 марта в Ульянском строительном колледже архивисты проведут семинар-практикум «Информационный десант. Семейная летопись» на тему, как составить родословное дело. Также проведут обзор архивных источников для проведения генеалогического исследования. 12 марта в Государственном архиве Ульянской области состоит встреча с членом Союза журналистов России, членом Ульянского регионального отделения Российского исторического общества Берч Лидии Александровной. И презентация ее документально-публицистической книги, в которой она принимала участие «Наш бессмертный полк. Рядовые Великой Победы». Ну и традиционно 12 марта в заключении с 4 до 8 часов вечера в Государственном архиве пройдет «Ночь в архиве». Приглашаем всех жителей нашего города на наши интересные мероприятия. То есть посетители ждут новые выставочные проекты Госархива, которые у нас открылись в этом году. Это первая выставка, посвященная 90-летию со дня рождения ульяновского скульптора Любови Турской. И вторая выставка, которая посвящена 150-летию Сибирской городской думы. Также в рамках акции можно будет понаблюдать всем посетителям нашего архива за работой нового оборудования современного, сканирующих устройств, стать участником также реставрации документов и книг и посетить экскурсии по архиву хранилища. В этот же вечер состоится подведение итогов регионального конкурса исследовательских работ «Трудовые династии в моей семье» среди учащихся и студентов. Ну и также мастер-классы по различным направлениям работы наших сотрудников. Архивный хронограф – это уже третий фестиваль, который мы проводим на территории Ульяновской области. И опыт показал, что он уже стал уникальной площадкой по обмену опытом и идеями профессионального сообщества, а также позволяет широкой публике увидеть разные направления работы архивов. Архивисты области предоставляют лучшие практики по обеспечению сохранности, комплектованию и широкому использованию архивных документов. В мероприятиях фестиваля ежегодно принимает участие свыше 5000 человек, половина из которых – школьники и студенты. И подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте Государственного архива Ульяновской области. Также всю подробную информацию можно узнать по телефону 735603. Напомним, что региональный фестиваль «Архивный хронограф» будет длиться всю неделю. По 13 марта включительно. Взгляните-ка на океан. Разве это не живое существо? Порою гневное, порою нежное. «Ночью он спал, как и мы. И вот просыпается в добром расположении духа после покойного сна», – писал Жюль Верн. «Летят столетия, а человечество не перестает восхищаться океаном. Вслед за Жюлем Верном мы пытаемся раскрыть его загадки и постичь его сущность. Ученые иногда шутят, что глубины мирового океана изучены хуже, чем обратная сторона Луны. Это вполне правдивое утверждение. На сегодняшний день, по разным данным, он изучен всего лишь на 5%. Несетожно мало, не так ли? Изучать океанские глубины очень сложно. Именно поэтому мы до сих пор не слишком продвинулись. На большой глубине невозможно выжить без специального оборудования, предназначенного для работы в условиях большого давления и низких температур. Но все-таки кое-что об океане нам известно. Сегодня в нашей студии доктор физико-математических наук, профессор кафедры теоретической физики Ульяновского государственного университета, академик Академии космонавтики имени Циолковского, руководитель лаборатории космических исследований Виктор Журавлев. С ним мы поговорим о водном покрове Земли. Конечно, в какой-то степени кажется, что вот то, что близко, то и легче изучать. На самом деле, среда водная, вроде кажется, она нам родной, как считается, что жизнь вышла из воды потом на суше, хотя зародилась там. Хотя есть мнения какие-то другие, но это неважно. Все равно вода играла важную роль. Казалось бы, что мы должны ее знать, изучать. Но дело в том, что космос мы видим, скажем, в телескопы, на расстояние миллиарды световых лет. А вот чтобы заглянуть в глубину океана, у нас нет средств для этого. Скажем, солнечное излучение проникает на глубину в хорошую воду. То есть не мутную, а океаническую, но метров на 60. Ниже просто уже абсолютная темнота. Значит, просто разглядеть что-то в океане, вот так сверху из своей среды обитания, это воздушное, нам очень сложно. Значит, нужно погружаться. А эта среда, в общем-то, довольно агрессивная и враждебная для человека, поскольку дышать под водой мы не можем, приходится придумывать средства. А давление нарастает с глубиной очень быстро, там, по-моему, 10 метров одна атмосфера. То есть уже погружение несколько десятков метров уже сопряжено с большими сложностями. То есть нужно делать специальные аппараты, которые бы выдерживали уже тонны на квадратный метр. Значит, это уже требует чего-то. Хотя человек-то с удовольствием изучал или пытался изучать океан, но мы мало преуспели. Тут надо еще сказать о том, как удаленные объекты изучаются. Мы об этом уже многократно говорили. Скажем, о звездах мы знаем по излучению. Добраться-то до них мы тоже не можем. Ну, от излучения. А излучение вот здесь не дает такой возможности. Поэтому океан не изучен. Причем он не изучен даже не только с физической точки зрения, но с физической еще как-то даже, может быть, и более-менее ничего. У нас есть приборы, которые могут погружаться на какую-то глубину, на километры даже. Опускают всякие приборы с помощью датчиков, установленных на этих аппаратах. Измеряют там электропроводность воды, плотность, соленость, содержание газов. Там очень большой набор параметров. В результате можно установить, в какой момент времени, где возникают какие-то аномалии. Ну, или, скажем, какое-то среднее состояние океана. Хотя до сих пор делают открытие даже в физическом плане. А вот если говорить там о биологии моря, то тут вообще, конечно, эти 5%-то это точно совершенно. Каждый год глубоководные исследования приносят массу всяких новых, неожиданных открытий. Поэтому там на берегу моря то находят каких-то русалок, то еще чего-то. Хотя даже просто непонятно, о чем идет речь. Поэтому, конечно, загадок с океаном просто огромное количество. Вот ситуация именно такая. Человечеству, конечно, надо обратить внимание. Но вот средств сейчас как-то не так много выделяется, как на космос, к примеру. Хотя это, конечно, чрезвычайно важная для человечества область. Там тоже есть огромное количество ресурсов. Изучение живого мира, который там своеобразный. Действительно, там физические условия другие. Намного, в общем-то, задач, которые можно было бы решать. Но вот пока как-то это не продвигается так быстро. Полную версию беседы с доктором физико-математических наук. Профессором кафедры теоретической физики Ульяновского государственного университета. Академиком Академии космонавтики имени Циолковского. Руководителем лаборатории космических исследований Виктором Журавлевым. Вы услышите в нашей вечерней программе, которая выйдет в 19.20. Вот и все на этот час. С вами был Алексей Сорокин. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok